Ну и мы вот тут уже обменялись в который раз репликами по поводу некоторых наших структур. Надо так откровенно и честно посмотреть нам на эти структуры, ну в частности на структуру парламентского измерения. Может быть я не совсем вовлечен в эти процессы, но мне кажется, откровенно говоря, мы то и сами тут на высоком уровне, глав государств, как-то принимаем решения, не всегда реализовываем. Да и решения, вы же посмотрите, это же не нашего уровня решения. Какие-то заявления и прочее, вот я в противовес этому говорил, о серьезных вопросах торговых отношений. И много таких, безопасности, вопросы безопасности, председательствующий об этом говорил, они уже не стучатся в дверь, они уже в дом ворвались, наш. И мы как-то их обходим стыдливо, не то мы боимся поставить эти вопросы, не то понимаем, что мы не можем их решить. Ну а наша парламентская ассамблея, кстати, как Нурсан Абиш правильно заметил, мы же и финансируем ее, что-то там платим на содержание. Ну я к чему говорю, что если эта структура не работает, так может быть, если уж радикально, и отказаться от нее. Если она не работает, хотя мы предлагали, давайте, если мы ее оставляем, наделим ее определенными полномочиями, какими-то конкретными. Ибо мы там вроде бы какие-то модельные законы принимаем, но ни один модельный закон, например, в Беларуси, да я и не знаю по другим странам, чтобы он хотя бы лег в основу принятия национального законодательства. Такого, в принципе, никогда не было. Ну и получается, что депутаты собираются в Питере, по-моему, да? Вроде бы что-то там обсуждают, говорят, но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Еще раз подчеркиваю, это говорю к тому, что нам надо основательно подходить к вопросам структур этих платежей, чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало. Если уже это такой элитный клуб, как многие в средствах массовой информации так и называют, наше сегодняшнее собрание, вообще СНГ, ну так давайте сделаем этот элитный клуб, который будет обсуждать проблемы, принимать какие-то декларации, как это в 20-ке, там 7-ке бывает, или же, если мы оставляем за собой право принимать решения какие-то, ну давайте эти вопросы будем ставить, принимать решения. А так мы делаем вид, что все у нас хорошо, собираемся, заявления делаем, а по существу эффективность очень низкая. Такие вопросы у нас встают и в Еврозес от случая к случаю, но там более конкретная повестка и более конкретное решение мы принимаем. Значимость очень высокая в Еврозес. Я бы согласился, чтобы в Еврозес было бы и парламентское измерение, потому что есть что там обсуждать и так далее. Надо как-то нам в чувство приводить наши постсоветские структуры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!